Ребята, добрый день! Я бы хотела сначала выразить соболезнования семье Дулата Агадзила, всему нашему гражданскому обществу, близким и друзьям, нашего соратника, активиста, большого человека с большим сердцем и с большой душой Афеи, большого патриота нашей страны. Сегодня Дулата Агадзила убили ВВС Астаны. Предварительно он был похищен, задержан по обвинению в неуважении к суду. Он был объявлен в розыск. Мы все видели, что задерживали его много людей, несколько человек. Ему применяли силу, это все видно на видео с задержанием. Мы сегодня сюда пришли, нашей группы, для того, чтобы здесь у стен нашего посольства казахстанского заявить о том, как мы возмущены этой смертью, этой гибелью, тем, что вытворяет наша власть, тем, что сегодня в Казахстане нет нигде, ни в одном месте человеку защиты, что страна превратилась в концлагерь, и что власти делают все для того, чтобы запугать население, уничтожить, уничтожить и гражданское общество, уничтожить честных, порядочных людей. Они идут на все меры. Карательные механизмы включены повсеместно. Сейчас у нас по всей стране сидят активисты в таких же ИВС. И сегодня это огромное горе для всей страны. И поэтому мы сегодня здесь, во-первых, мы пришли для того, чтобы выразить наши слова сочувствия и соболезнования, и во-вторых, для того, чтобы сказать, что этому нужно положить конец. Нам необходимо всем объединиться и требовать, чтобы всех гражданских активистов сегодня по всему Казахстану освободили немедленно, освободили из этих преступных цюрем людей, которые участвовали в политических акциях, в акциях мирных, и которые не причинили никому ни вреда, не совершили никаких преступлений. Это все сделано, потому что все это произошло, потому что власть превышает свои полномочия, и людей невинных силой ломают им руки, ломают им ноги, таскают их по тюрьмам, заталкивают силой. И в конце концов у нас сегодня погиб Дулат Агадзил. Это немыслимо, просто немыслимо, что сегодня у нас такое событие, мы вынуждены реагировать на него. Я хотела бы, чтобы вот тут ребята тоже присоединились к нашему, так сказать, к нашей акции, тоже высказались. Я тоже хотел бы выразить слова соболезнования семье, близким и друзьям и родным Дулата Агадзила. И все мы знаем, что вчера он был незаконно, с применением силы задержан людьми в гражданской одежде, по абсолютно незаконным обвинениям. Сейчас в Казахстане до мирного митинга 22 февраля было арестовано как минимум 33 гражданских активиста. В день самого митинга было минимум 12 арестов, и все эти свыше 40 человек незаконно с применением силы были задержаны, незаконно осуждены. И находятся сейчас под риском, таким же риском, под которым находился и сам Дулат Агадзил. К этой системе абсолютно нет никакого доверия. Мы не знаем, что сейчас происходит со всеми гражданскими активистами, которые находятся в ВВС и спецприемниках. Поэтому мы требуем их немедленного освобождения. Добрый день. Хотя этот день явно не есть добрым, поскольку казахстанская власть сегодня переступила очередную грань, которую нельзя переступать ни в коем случае. Убийство активиста, убийство Дулата Агадзила – это акт застрашения, запугивания всего гражданского общества Казахстана. Это знак, что если вы будете выступать, мы вас уже не только будем арестовывать и сажать на многолетние сроки, мы вас будем убивать. И власть Казахстана показала сегодня, что она готова убивать своих политических оппонентов. Мы призываем все международное сообщество жестко осудить убийство Дулата Агадзила, освободить всех политических заключенных, всех задержанных 22 февраля, всех, кого преследуют, прекратить преследование многодетных матерей, протестующих, активистов ДВК, активистов любых других движений в Казахстане. Поскольку сегодня мы узнали, что уже появилась такая ужасная новость о смерти Дулата Агадзила, то я приношу свои соболезнования всем родственникам и близким Дулата. И я призываю бороться за справедливость, за то, чтобы виновные этой ужасной трагической смерти были наказаны, чтобы власть Казахстана понесла свое политическое и уголовное, понесла ответственность за свои деяния. И сегодня уже стало известно, что те люди, которые вышли к зданию МВД в Астане, были жестко и незаконно арестованы, сообщают, что около 50 человек было арестовано. Также и в день митинга, и до митинга были с применением силы арестованы многие активисты. К примеру, Асхад Шенебеков в Алматы ему нанесли физические травмы, Динара Мубаральцев в Астане. И это происходит постоянно, систематически. И мы должны что-то с этим делать, и все находится только в наших руках. Я хочу призвать весь народ Казахстана откликнуться на эту ужасную трагедию. Я хочу, чтобы мы поняли до тех пор, пока мы не объединимся, если мы не остановим это полицейское государство, этот режим в лице Назарбаева, люди безнаказанно будут гибнуть. Вот если сегодня на эту смерть власть Казахстана, полицейские органы, прокуратура, КНБ не понесут ответственность за это, не будет никакой реакции, это будет означать, что можно убивать активистов. Это будет означать, что можно убить любого гражданина Казахстана. Я хочу призвать всех вас, выходите на площади, вместе с активистами поддержите их. Права людей нарушаются, нарушаются ваши в том числе права. Все те люди, которые ведут борьбу в Казахстане, они ведут борьбу за вас всех, за ваших детей, за будущее ваших детей, нашей страны общей. Не сидите, не ждите, когда кто-то сделает, принесет эту победу. Без смены этого режима мы не избавимся от смертей, от пыток в тюрьмах. Мы не избавимся от незаконных арестов, мы не избавимся от этих ужасных судов, где люди не могут найти справедливости. Мы не избавимся от полицейского государства, которое нас загнал Назарбаев. Мы повсюду будем бояться полицейских, мы повсюду будем бояться какого-то наказания, устрашения. Мы все время будем жить в этой лжи. Мы сегодня потеряли очень большого человека, соратника нашего, человека, который не боялся говорить, что он поддерживает ДВК, знал, что будут преследовать, знал, что его будут лишать свободы за это. Но он все время старался нести эту правду. Он нес правду о судьях, о полицейских. Вы знаете, на какие акты шел ДУЛАТ, для того, чтобы вы все услышали, в какой стране мы живем, какая правда кроется за всем тем, что творится в этой стране. И я прошу вас всех объединиться и поддержать. Во-первых, нам надо требовать честного, детального, прозрачного расследования гибели ДУЛАТа Агадилла. Мы должны все ясно и точно понимать, от чего погиб наш соратник. Кто виновен в этой смерти. И первый человек, который в этом виновен, это Нурсултан Назарбаев. Именно он построил такую систему, такой режим, где люди не могут свободно ходить по стране и выражать свое мнение. И второе, что мы должны сегодня требовать всей страной, это освобождение всех политических заключенных, освобождение всех активистов, которых преследуют в эти дни. И я хочу сказать, что это выполнено с особым цинизмом. Потому что сегодня в Казахстане находится миссия наблюдательная из евродепутатов, которые приехали, чтобы говорить о наших правах, исследовать ситуацию с нашими правами. Вы знаете, что сегодня людей, которые пошли встречаться с евродепутатами, забрали у них всю технику, чтобы они не могли вести прямые эфиры. Чтобы они не могли общаться с теми людьми, чьи права были нарушены в других городах. Вы посмотрите, с каким цинизмом, когда в стране находится международная миссия с проверкой наших прав, которые наблюдают за правами казахстанцев. В этот день убивают гражданского активиста. Самую яркую звезду в Астане, которую любит вся Астана, обожает человек, который был душой астанинского гражданского общества. Не только Астаны, но и всего Казахстана. И его сегодня убивают и с особым цинизмом распространяют о нем отвратительную информацию во всех социальных сетях. Это делает власть, это делает режим. Они это делают осознанно, они за это платят деньги этим ботам, платят деньги из наших налогов. Они это делают сознательно для того, чтобы еще больше расправить общество. Для чего это все делается? Это все нужно понять. Я поэтому призываю всех наших граждан не оставаться в стороне от этой трагедии. Эта большая беда может прийти в любой дом, к любому из наших активистов, к любому из наших граждан. И если сегодня мы будем молчать, если сегодня мы не объединимся и не начнем требовать, чтобы за это ответили, не добьемся того, чтобы ответили те лица, причастные к этой смерти, значит завтра безнаказанно будут гибнуть на каждой акции, на каждом митинге, на каждом пикете наши активисты. Задумайтесь об этом. Светлая память Дулату Агадилову. И я хочу, чтобы мы все, все эти дни активно участвовали в расследовании этих событий и помогали гражданскому обществу выяснить причины гибели. Мы хотим оставить здесь эти портреты, для того, чтобы все представители власти в лице казахстанского посольства. И здесь сегодня находится Дархан Калитаев. А Дархан Калитаев это человек-создатель всех этих армий ботоферм. Человек, который создал образ Елбасы. Человек, который придумал лидер нации. Человек, который системно придумывает, создает программы пооболваниваю мощной пропагандистской машине, которая сегодня занята тем, чтобы возвышать образ Елбасы, Такаева и прочих представителей власти. Сделано руками этого человека. Дархана Калитаева, который сегодня приехал послом в Украину бороться именно с ДВК. Бороться с гражданским обществом. Бороться с активистами для того, чтобы затопить, уничтожить гражданский протест в Казахстане. Для того, чтобы не допустить перемен в Казахстане. Он приехал оболванивать украинское общество. Он приехал оболванивать политиков западных, украинских, тех, которые нас поддерживают. И я хочу, чтобы здесь остались эти портреты. Чтобы Дархан Калитаев видел плоды своей гнилой деятельности. Именно он участвовал в создании этой гнилой машины, которая сегодня занимается травлей погибшего от рук полицейских Дулата Гадила. Человек, который погиб от рук полицейских, сегодня подвергается травле вот этих ботов, за которыми стоял Дархан Калитаев, нынешний посол Украины, Казахстана в Украине. Мы пришли оставить эти портреты здесь. Чтобы они понимали и знали, что кровь Дулата Гадила на их руках в том числе. И я сейчас обращаюсь ко всем сотрудникам этого посольства. Рядом с вами работает палач. Человек, который участвовал в уничтожении гражданского общества. Человек, который причастен к гибели нашего соратника. Какие-то камушки нужны. Камушки принесите какие-то вот с этого. Нет, вот там вот сбоку есть. Пусть уберут, но мы будем сейчас вот здесь, пока мы можем, мы будем это здесь оставить. И пусть они видят, что... Я прошу не убирать это. Вообще, было бы хорошо, если бы кто-то из посольства вышел и услышал нас. Позовите кого-то из посольства. Не могут. Они не выйдут, они сразу. Продолжение следует...